Трансляцию, задержки больше не будет, потому что я вижу, что её реально ни у кого нету на официальных стримах. Зачем мне тогда она действительно? Поехали, игра идёт. Артур против Стардаста, у нас ещё одна игра очередная. Продолжение следует... Так, у нас Мазошепкор, Сталкер, Стардаст. Артур тоже самое, только Мазошепкор более поздний и Твайлайт пошёл, возможно, для Блинка. Здесь у нас Старгейт, билды уже разные и... Ну, не знаю, что здесь будет. Наверняка Блинк, наверняка это не дарки. Счёт, видимо, 1-1, потому что раз уж там три игры прошло в ПВЗ у нас, то навряд ли здесь одна только кончилась. Наверняка это решающая игра. Но мы узнаем после, не будем сейчас засирать тут часик. Плюс два гейта у Стардаста, Старгейт почти готов. Здесь у нас пробочка Сталкера Мазошепкор. И здесь пробка куда-то прошла. Каким-то образом... А, три гейта плюс, возможно, подпуш. После Оракула, возможно, будут грелки от Стардаста у нас. А Артур делает Блинк на пофиг, кстати говоря. Очень интересное такое решение. Может быть, он знает стиль Стардаста. Может быть, ещё по каким-то причинам. Мазошепкор сейчас залетит и просто увидит вылетающего Оракула, скорее всего. Так, точку сбора можно и поменять. Теперь, а толку менять? Вот он полетел. Всё прекрасно видит у нас Артур. Пирожков, блин. Ладно, не пирожков. Артур, корейский Артур. Так, бустится Блинк ещё раз. Так, Оракул, что у нас? Оракул залететь, пытается уязвимое место найти. Но здесь четыре Сталкера. Какие здесь уязвимые места? Естественно, их нету пока. Ключен разогрев. Попытка убить пробочку. И ни одной вообще не убивает. Даже вот этой повезло. Блин, когда Оракул просто не добивает пробку. Это вот... Оракул не добил пробку. Звучит просто как фантастика, если честно. Потому что он, как Баншай, с двух ударов убивает. Но он эти два удара раза в три быстрее делает, чем Банша, блин. Так, ищет Оракул одним Сталкером Артур. Остальные медефициты плюс две СН-3 пошли. Здесь первая грелка готова. Вторая продакшн. Это будет пуш с грелками, да. Но против хороших процессов у меня редко получались эти пуши. То есть с двумя точно не получалось. Две, четыре, три. Вот уж тогда может быть получится. Но Нексус-то достаточно правильный, достаточно ранний здесь. И Оверчарж, естественно, успеет Мазершипкор накопить. Но он будет один, не два. С двумя проще. Это дефит, естественно. По Team Liquid первая игра. Может быть и первая. Я не в курсе, ребята. Вы уж извините. Там первая, не первая. Она, посмотрим. Мы это все выясним. Главное, что мы в игре. Четвертый гейт у Артурчика. Роба нет. Он понимает, что там какая-то... А, нет. Агрессии здесь не будет. Здесь грелки так. Наверное, увидел сейчас у нас. Должен был увидеть у нас сейчас Артур, что там грелки и насторожится. Залетает иллюзия Оракула под блинг и умирает. Это иллюзия Оракул на вторую. Залетает разогрев. Пошел. Оверчарж врублен сейчас сразу. Но добить не получилось Оракула наглеца. И вот когда вы так выманиваете Оверчашка, а Протсу приходится просто его в никуда поставить, тогда вот как раз и нужно пушить. Но Стардас не собирается пушить и в этом тоже есть смысл, потому что он защищен. У него тоже Нексус. Да, у него меньше пробок будет на 10, а то и больше. Но кулак у него посерьезнее будет, чем у Артура. Артур плюс еще два гейта стоит. У него шесть гейтов, возможно он просто с блингом вообще хочет шести гейтов давить. Я в этом не уверен, но когда на карте жив вот этот товарищ, то давить очень тяжело. Он залетает, ты на него должен оттягивать часть войск, ты ревелейшн он может ставить. То есть он просто сейчас будет здесь висеть и все. Еще Иммортал выходит, тем более здесь грелка Иммортала. Это просто сталкерами давить в лоб, это очень тяжело. А Стардас почему-то не строит пробок. Хотя нет, три построил. Странно, они оба медленно как-то пробок втыкают, в общем, с продакшеном пробок зачастую. И что у нас, сталкера куда-то побежали вперед. А как же рабочие-то? А, по одному оставлено. Нет, у Артура все-таки по одному сталкеру оставлено. Он идет вперед, но лимит это у него меньше. Пробок больше на 6, лимита меньше на 8. То бишь, просто у него боевой вообще слабенький по сравнению вот с этой жестью. Если только тут подразвести как-то, на мейн попытаться заблинкнуться. Но тут можно так заблинкнуться, что потом назад не уйти будет. Но с 6 гейтов до варпы, конечно, сейчас будут ужасные. Вот все 6 гейтов бустятся сейчас у нас Артуром. Он будет заходить, но здесь 2 оверчаржа, здесь 2 грелки, здесь 3 иммортала и 4 сейчас выйдет. То есть, фактически 4. Филды здесь, конечно, есть. Только если с филдами вот очень грамотно как-то отжимать здесь. Да, пошли филды. Очень хорошие. Оверчарж врублен. Иммортал 1 сейчас умрет. Он отжимается сейчас Артуром. Еще обновляются филды. Грелки с разогревом жарят. Зелки пробегают там с дырков. И проходят все юниты сюда просто с Тардаста. Ну и что это было? Хочется сразу спросить, что это было такое. Тут такой момент, что если ты пытаешься вот что-то сделать агрессивное в таком случае, и вот так филды ставишь, фокуси сразу Нексус, уходи. Все. Больше здесь никак. Ну тут в лоб, ну никак не подраться. Сколько там филдов не ставь, тем более с уверчажем. Просто не без шансов это. Есть здесь робот, здесь оракул. Еще один для Хараса делает тоже верное решение. Он сможет сейчас очень неожиданно залететь. Его никто не ждет уже на такой стадии обычно. До варп еще сталкеров. Пилон сейчас минуснет у нас Артур. Минуснет он и сталкера, возможно. Нет, сталкера не минуснет. Ему двух минуснут сталкеров. Ему минуснут обсервер. Провальные какие-то Харасы. И полетел оракул. 8 гейтов у Стардаста. Он давить собирается. У него чарж готов. Правильно. Блинк очень хорошо продавливается такими темами. Тем более наглый Артурчик у нас ставит третий Нексус. И это терпеть нельзя просто сейчас Стардасту. Потому что если третий он поставит, сделает грейд на атаку, сделает много-много шариков с шести газов, то это будет очень печально. Так, Блинк пытается оракула поймать, но не получается. На мэне тоже есть сталкер один, кстати. Он стреляет по этому уроклу. Вот он улетел. Так, здесь мертвая зона есть. Здесь есть мертвая зона, докуда сталкера не достают, естественно. И вперед идет у нас, мы видим, Стардаст. У него вторая атака в продакшене. У него готов чарж. Сталкера убегают. Третий Нексус готов с пилоном. Это просто минус эти здания, как минимум. Рабочие переводятся в лоб. Тоже навряд ли сможет у нас Артур выдержать это все дело. Видит Стардаст пилон. Сразу двух зелков сюда, конечно же, посылаешь. Просто пилон минусуешь. Здесь пилон минусуется. По всей карте тут громит у нас Стардаст Артура. Лимит у Артура, кстати, почти такой же, но боевой меньше. И он менее качественный. Гораздо менее качественный. Здесь и грелки, и четыре иммортала, и шарики есть. И зелков он сколько дотекает. А здесь против зелков, во-первых, даже нечем бороться. Гигантского количества Стардастских. Плюс здесь такие юниты есть, которые напрочь контрят этих двух имморталов. Так, заходит на третью Стардаст. Убивает Артур. Даже не пытается драться. Здесь Оракул на мэй не отдался. Так, зелки на чаже прыгают за рабочими. Саплай блок очень серьезный пошел. И 146, и 127 лимиты. 100 на 77 боевые. Так, оверчаж пошел от Артура. Я вот единственного не понимаю. У тебя был блин, то есть у тебя твой лайт есть. Какого фига ты, встречая вот этих юнитов, пытаешься имморталов построить, а не шариков? И еще и газа почти 700. Ну, бред же. Идет вперед Стардаст. И просто изничтожает здесь. Он Нексус сейчас фокуснет в секунду. Зелки стоят, шарики стоят. Четыре иммортала раздают. Кому-то по двадцатке, кому-то по полтиннику. Просто как предвыборная компания Жириновского. Вот, он любил раньше, помню, в институте. Я учился, он приезжал там. Кому полтаху, кому сатэн, кому 500. Меня не было, брал тогда, как ему рассказывали. Один товарищ летел ему руку, все пожать. Думал, ему много даст он. Он пожал, говорит, респект. И все, и ничего. Чел обломался, бедняга. Бывает и такое. Так, Стардаст 2.0 выигрывает. Ждем следующую игру. Так, вижу, у нас много. Сейчас у нас будут полуфиналы. Они тоже будут три. Потом матч за третье место и финал. Соответственно, у нас играют Хосоопс, МС, Нанива, Стардаст. Будет очень интересно. Хоть у нас и зеркалки везде теперь будут, но у нас есть корейцы и не корейцы. Это очень круто. Потому что Нанива, я уверен, может выиграть Стардаст. А Хосоопс может МС выиграть. Давайте смотреть. Да, вот лет 8 назад это и было действительно. Ну, институт у нас там тоже рядом с центром, но он внутри это делал. Я лично не видел. Да и не будем об этом. Будем об игре. А, МС против Нанивы. Да, МС против Нанивы. Это уже эпично. Что на Ниве интересно? МС на Ниве. На Ниве, точнее МС что-нибудь может написать или нет? Погоди. Те. Хосоопс, Стардаст, Нанивы, МС. Действительно так и есть. Я у себя учился дома в Псковском Педагогическом. Вот, естественно. МС на Ниве поедет? Ну, может быть, МС и на Ниве поедет? Посмотрим. В общем... В общем... МС на Ниве поедет? Продолжение следует... Так, ребята, опять я вам напоминаю одну такую информацию важную для фанатов Старкрафта. Кому-то это неинтересно, кому-то это может заинтересовать. Вот группа ВКонтакте, там будет проходить розыгрыш, в общем он будет и у меня на стриме проходить. Но там есть определенные условия, потому что это все не мое, соответственно, это Ильи, который был в Нью-Йорке, когда был Нью-Йорк Баттл Граундс. Он взял на постеры автографы известных игроков. Вот вы можете увидеть фотографию, какие там постеры и чьи автографы там тоже написаны. Там есть условия конкурса и 22-го числа, то есть через 2 недели мы разыграем, в общем, эти постеры и кому-то достанутся со всеми автографами они. Кому написать, чтобы PlayerGate сделали для InetExplorer? Ну есть такое мыло, может быть те что-нибудь ответят, я не знаю. Сейчас я тебе напишу его, просто я даже не знаю. Сейчас я спрошу просто в чатике, там в конфе. Может что-нибудь ответят. Вот, короче, кому интересны эти автографы, вступайте в группу, там выполняйте все это дело. Непонятно, что у нас происходит, но я как понял, сначала будет Хософс против Стардаста, а потом, хотя написано, что одновременно, но вроде бы было. Ну, вроде бы по очереди будет. Ну, по идее скоро, я не знаю, если честно, когда он начнется. Хочу вам сказать, что я думал, что меньше будет турниров в декабре, но оказалось их очень много. Завтра я буду стримить финал месяца Зотока, это раз. После завтра я буду стримить Касперский Арена, это два. Также у нас будет очень много турниров в середине, там отборочных много. В конце месяца у нас будет МХАУС КАП, который сегодня вот Сливка выиграл с Квиртла на отборочных. Я не знаю, как проходит он дальше или нет. Сейчас, может быть, и пройдет. Это аналог ХОМЕСТОРИ КАПа. Вот, он будет 21-22 декабря проходить как раз тогда. Вот, расписание чего. Собственно говоря... Будет интересно, можете смело на премиум подписываться, можете смело много чего делать. Ну и не забывать приходить подписываться на удавление, это на Гудгейме в описании справа, снизу, там, в самом низу. Так, вот что мне про интернет-эксплорер ответили. Почему не приоритетен? Потому что вот так вот. Один процент. Один процент юзеров, типа. Я-то пока особо ни в чем не планирую участвовать. Когда буду комментировать, я буду писать анонсы, следите за этим. Есть также на Гудгейме, я говорю, справа снизу, кнопка, чтобы там на мыло уведомление приходило и так далее. Вот. Я не знаю, может быть как-то можно обойти это все, просто я эксплорером пользуюсь, только как запасным, если хочу куда-то там в другом что-то открыть одновременно. Там два чего-то его, так-то я им не пользуюсь, просто, например. Вот, пришел ледокол, тем более, в чатик, такие вопросы все к нему. Он у нас прошаренный здесь. Вот. Вам же я напоминаю, что кому нравится мой стрим, мои комментарии, StarCraft, можете поддерживать мой канал. Вот. По вот этим реквизитам, также они в описаниях везде, есть двойных чатиках, не забывайте ими пользоваться. На два сайта стрим идет, народу очень много, из того и с того сайта сейчас сидит. Вот, не забывайте общаться друг с другом. Новый год наступает, декабрь нужно отработать плотно. Вот. У кому-то, может и нет, но стримов будет миллион. Также я напоминаю, что компанию Warcraft буду стримить сегодня. Вот, и надеюсь, что сегодня будет интересный... Ой, сегодня, сегодня я буду стримить компанию Warcraft в принципе в декабре. Вот, посмотрим как, я обещал вам, значит, это будет. Ну, какая будет возможность между турнирами, когда будет определенное время, свободное, чтобы ничему это не мешало. Короче говоря, там все это будет решено. Даже 28 декабря, кстати, есть турнир, где Титан там играет много наших, но он всего за 200 евро. Вот. Ну, если он будет, то же отстримим его, скорее всего. Так что, будет интересно. Не знаю, как январь пройдет, но вот декабрь будет такой. FFFA будет сегодня столько раньше. Конечно, будут в январе тоже турниры, но я не знаю, какие будут. Будут в декабре идут каким-то инвуарским отборочным, еще какие-то. В общем, будет много чего. Так, давайте-ка на мейнстрим. Сейчас я загляну, потому что там какая-то информация, по-видимому, есть официальная. Так. Меняю захват, чтобы вы тоже видели со мной вместе это все дело. Вот у нас полуфиналы. Так. 21.15. Это значит, через 20 минут у нас будет. Потому что сейчас... Да. 0.0.15. Первый полуфинал. Хасоб Стардаст. Бест оф три. Так, я не понял. Матч за третье место отменен, что ли, или что? Да, судя по всему, нету матча за третье место здесь. Ну, давайте. Сейчас я отойду тогда. 20 минут у нас есть. Мы поиграем, пожалуй... Что-нибудь поиграем. И, пожалуй, пока я вам поставлю вот эту заставочку. И вернусь буквально через 2 минуты. Сыграем, может, в FIFA или там микроконтроль какой-нибудь. Awesome to the max. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, я здесь, снова с вами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, до игр ждать 15 минут остается, ну, я не знаю. 15 минут нет смысла начинать с free for all. Но это мало, но это мало, но это мало очень. Ладно, давайте резко тогда. Поехали быстрее. Все равно там может быть задержка небольшая. На раш сыграем какой-нибудь. Вот. А кто будет играть, доиграют. Я просто подпортим, я просто подпортим, я просто подпортю кому-нибудь жизнь немножко. У ФФА. Так, зерк заскакивает, красавчик, сюда. Так, на 6 человек, да. Зовем репли. Еще один человек нам нужен срочно. Один доброволец в этой битве, где выживет только сильнейший. Вообще у меня на 3 минуты спешат, да, часы, так оно и есть. Ты тут прав. Поэтому я зачастую на 3 минуты раньше ставлю в анонсах на SK2TV, чтобы плеер всплывал. Так, еще один человек. Поехали, наконец-таки, сразу. Free for all. Так, ну что у нас free for all? До начала игр, которые начнутся уже очень-очень скоро. Через 10 минут нужно не опоздать. Ну, я думаю, быстро. Тут 6 человек. Кстати, да, помню эту карту. Интересная такая карта. Ну, нужно быть аккуратным здесь. Потому что со всех сторон живут враги. Так. Я тиран. Это очень интересный расклад. Ну, в технику не получится играть в таком раскладе, потому что очень мало времени. Будем пытаться в био играть. Летит овер ко мне. Это Тарик, который хостит у нас все время. Что-то за 16 это, может быть, по времени было. Именно позиция какая на 4-х часах. А вот Азерк не вкурил, что ли. О чем речь? Ну, такое может быть, действительно. Это реклама Фрагбита, ребята, а не моя реклама. Так что это вы у Фрагбита спрашиваете, что там и как. Что, стрим палит, что ли? Я не понял. Я не знаю, что он там палит или не палит, но... Но гробочку теряет. Еще газ заказываем, еще барак заказываем. Походу где-то рядом со мной Зерк живет. Так, минералы добываемся. Нормально БЕ-шку закажем. Так, мул сейчас развалится сам. Слышишь-то, блин. Маза Шепкор не забудь, Сой. Уп, тут Зерк бегает. Саплай блок, потому что я профтекал. Придется депошку кинуть, экстра саплай. А что поделаешь. Там подружески Зерка схавали, по-моему. Саплай блок, поделаешь. Саплай. Крутовым подвигом готово. Садись, прокачу. Ты как поняла. Саплай. Выкать меня отсюда. Ну, наконец-то. Так, щиты нужно сделать. Так, идем туда, смотреть, кто там живет. Починим сейчас медиваки эти. Минус Нексус. Так, отлично, ЗРГГ покидает игру, но другие там могут шикарно жить некоторые товарищи. Так, давайте-ка сразу возьмем рабочего с собой. ЗРГГ. 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 Так. Вытащи меня отсюда! Задись! Продолжение следует! Ребята, ты будешь? Я буду на месте! Вперёд! Задись! Вперёд! 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 Пошёл дропчик! Орбиталку делаем там у Зерга. Вперёд! Э-э-э-э-э-э-э! К HomЖ component Здесь все-таки надо подрасчистить все это дело База атакована База атакована База атакована Здесь какой-то фротас зафатоненный живет Наши ТСМ атакованы Наши ТСМ атакованы Продолжение следует... Продолжение следует... Блин, Тайлер не успевает кидать штормы, я раньше времени поэтому отвожу, блин. Хотя у него тоже там лагает, может. Продолжение следует... Ну, это ГГ, естественно. Как раз по таймингу турнира. Но весело поиграли, ничего тут не скажешь. Ну вот. Аркадная игрок, конечно. Фрифоллор Орлл так не играется. Крайних бы я убил, потом бы, естественно, ждал. Я бы не спешил. Вот Натаня скоро зовет. Отлично заскакиваем в игру. Ну, Фрифолл достаточно весело играть, если там... Ты не совсем играешь с деревянными игроками, а которые умеют играть что-то. Что-то делать хотя бы. Интересно. Турнир по... Можно будет шоу-матч, турнир по Фрифолл устроить. Какой-нибудь прикольный, кстати, наверное. Достаточно популярная тема и очень веселая. Надо рассмотреть будущим эту идею. Мне кажется, что для интереса просмотра она... Она представляет интерес, в общем, для просмотра. Вот так. Наверное, надо сказать. Тебя оргом возьму, но... Там будет... Естественно, это все for fun. Начинается игра. Это Хосоопс у нас против Стардаста. Поехали. Как я понял, матча за третье место не существует в природе, но... Тем не менее, существуют вот два полуфинала по очереди и финал. Вообще непонятный турнир. Вот, честно говоря, зачем его было на два месяца, во-первых, переносить, а во-вторых, проводят в понедельник. Ну, понедельник, ладно, пофиг, но... Какая-то странная организация. Вот, с призовыми непонятно. В одном месте одна сетка, в другом другая. Разнесли бы на два дня, и он хотя бы, я не знаю. Будет за третье. Какой АПМ у ТОСа? У всех раз должен быть примерно одинаковый АПМ. Вот. Я думаю, что во втором Старграфте 180-200 достаточно. Ну, если он как бы основной, полезный. Ну, в принципе, как АПМ, так и скорости игры. Самая главная скорость, конечно, как ты все делаешь. Предела нету. Готовы ли игроки, спрашивают? Сейчас посмотрим мы ПВП. Баг с АПМ у Зергом? Не знаю. Как кнопку зажимаешь, возможно, он большой становится. Да нет, АПМ здесь вообще ни при чем, соответственно. Тебе просто должна быть в голове цель, что ты должен все делать быстрее. Чтобы ты делал быстрее, тебе нужен АПМ отчасти. То есть ты должен тебе установку постоянно давать действовать быстрее. и все, по-другому его повысить невозможно. Так, начинается игра. Поехали. АПМ у нас ПВП. Первый полуфинал. Ну, что сказать. Шир карта. Сейчас посмотрим, что будет. ПВП в последнее время бывают как динамичными, так и в старом стиле с большим количеством каосов. Вот, ну-ка, Собс, он приверженец вообще такой нудной игры. Он иногда настолько перестраховывается, что сам из-за этого проигрывает. Бывает, так, когда нужно убить, он сидит. Вот, ну... Неплохо он в последнее время. Неплохо в форме достаточно находится. Такие. Вот, заказан у него второй газ. Пилончик пошел. Это Стардаст у нас. Здесь второй газ уже готов. Ухо, Собса. И что, сколькими рабочими добывается он? Этот тремя, этот двумя пока. Сейчас тоже тремя, наверное, будет добываться. Да. Достаточно быстро три рабочих. Здесь у нас тоже три рабочих. У Стардаста билды одинаковые вообще практически у игроков. Вот, ну, возможно, Старгейты, возможно, Блинк, возможно, все, что угодно. Вот. Так. Пошел Старгейт у Хосоупса, мы видим. Здесь у нас Пилон третий. Пока... А, здесь второй Гейт, пока ничего нету. Ну, через второй Гейт, я не знаю, может быть, у нас Твайлайт заказан. Старгейт навряд ли уже будет через второй Гейт. И минусну Хосоупс пробочку Стардасту. Я думаю, что ему впаданные по силам одолеть, особенно в ПВП его. Давайте смотреть игру. Так, второй Гейт и у Хосоупса на Мэйне заказан. Здесь у нас Бустится плюс два Сталкера. Три очень быстрых Сталкера от Стардаста. Идет он вперед, чтобы подпушить, естественно, Хосоупса. Но без пробочки, соответственно, не будет. До Варпа никого. Это просто такие и разведывательные выходы, и заодно немного агрессивные. Потому что зачастую бывает, что Мазошепкор и три Сталкера очень сильно могут напрячь. Стардаст принимает бой, понимает, что у него Сталкера еще там сзади идут. Хосоупс понимает, что зря здесь дрался, пытается убежать. У него уже минус три ХП здесь у Сталкера. А больше полей телять не стоит, потому что их тяжело восстановить потом. Отступает. Где у нас Таргейт? Что у нас? Оракул летит вперед. Стардаст его не видел. Вот Мазошепкор залетает. Сейчас Хосоупс увидит. Бустится второй Оракул у нас. И не грелка это даже, кстати, очень странно. Придется оверчарж ставить. Ну а что поделаешь здесь? Так, и Стардаст на мейне. Что-то он там бегает, пытается что-то сделать. Заказан оверчарж. Так, и есть здесь мертвая зона, где он не достает. Есть два Сталкера, поэтому Оракул спокойно будет отогнан сейчас. Есть Твайлайт у Хосоупс. И Хосоупс не решился с Ораковым дальше атаковать при двух Сталкерах. Но какого-то критического количества рабочих он бы не убил, естественно. И нету Саплай-блоку. Нагрелку нет. Ни на что нету сейчас. Просто Саплай у Хосоупса. У него заказано два Зилка. У него сейчас кончится, естественно, оверчарж. И зря вообще Стардаст отсюда ушел. Вот ничего. Хотя почему зря? Два Зилка Сталкер. Сейчас еще Довар был бы. Конечно, Хосоупс прогнал бы. Скорее всего, плюс Грелка в перспективе. Но вот здесь два Оракула, которыми можно напрягать очень неплохо. Если ими залететь под двумя Сталкерами через Шифт, прокликая на пофиг, они могут убить там рабочих, я не знаю, штук 10 как минимум. Вот он залетает. Хосоупс пошла. Атака двумя Оракулами. Конечно, отступать не стоит. Так, контроль пошел. Один пытается улететь. Второй нажигает. Первый умер, но второй. Посмотрите, что здесь устроил. Но еще и выжил при этом всем. Давайте по киллсам рабочим посмотрим. А, в этом интерфейсе. Я без понятий как посмотреть. 20 на 30 по рабочим, тем не менее. Это очень жестко. Так, и телепорт. Что-то тут пытался напрячь у нас. Стардаст делает телепорт назад. Мазершепкором. И сейчас блинг. Пойдет с блингом атака. Но Билшир не та карта. Это не Янсу. Это не... Ну да, вот Янсу самая жесткая в этом плане. Там очень сильный разрыв между мейном и второй. И очень тяжело прикрываться против блинков все направления. Грелка что-то пропатрулировала. Ничего не нашла. Оракул опять собирается залетать. Сейчас будет сотка плюс два сталкера здесь есть. И... Ну вот Оракул полезный. Он один оттягивает двух сталкеров, например, отсюда. И дает возможность Нексусу достроиться. Естественно. На блинке уходит Стардаст. Поспешил Хусуопс врубать на самом деле разогрев грелком. И сейчас можно ведь пострадать за вот это очень сильно. Агрессивный блинк. Нужно Мазошепкор. Конечно же, было убивать, наверное, первым. Но теряет трех сталкеров у нас Стардаст. На вот этом агрессивном блинке Хусуопс. Поспешил, поставил таймварп. Он не нужен там был. Там можно было чисто филдами отжать без таймварпа. И убить столько же. И у Тяба был бы тогда еще оверчар сейчас. Но он и так скоро накопится. Так, что у нас Оракул? Оракул у нас отдался, пока здесь битва была. Я этого не видел. И Стардаст пытается в лоб атаковать грелку. Контроль Хусуопс не сконтролил. Ну как же так? Если грелка хотя бы на одном ХП улетает, это просто такой бонус. Потому что здесь в лоб архи сложно продавить с блинком. Тут только можно какой-то демеш нанести. Минус пробка. И от блинк назад пошел. Нож 3626 в пользу Хусуопса. Так 10 пробок и сохраняется разрыв. Плюс он может увеличить, потому что у него продакшн 2 против 1. Но вот здесь вот 4 сталкера в блинк пытаются делать. И здесь 4 сталкера пытаются тоже делать блинк. Но он все вводит в одном контроле. Меня просто напрягает. Когда люди вводят всех юнитов в одном контроле. Тем более, что у верчаржер здесь не очень-то достаточно, чтобы 4 сталкеров контрить. Но вот с 3-мя зелками уже можно. Опа! Минус Мазершипкоры! Тут юниты начинают умирать. Хусуопсу повезло последним выстрелом. Он добил минус 3 сталкера и Мазершипкоры. И еще при этом идет давить вперед. Здесь можно пилон ставить. Он просто сейчас Нексус этот не готовый разобьет. Вот здесь есть блинк. Ну, разогрев грелка, можно было филды поставить парочку штук. Может быть, один тогда умер. Но тогда не будет, возможно, на Гвардиан просто энергии у Сентрей. Вот третья грелка у нас дотекает. Вот сделки еще бегут с мейна. Все, Хусуопс ведет в атаку. По рабочим 37-32 разница уж не такая гигантская, как было. Но посмотрите, какой боевой лимит. Где-то на 20-х у больше. Ну да, даже больше, чем на 20. Хусуопс лимит превышает стардастовский. Он убивает Нексус. Есть у него Гвардиан. У него есть филды. Зачем они только вот здесь были, я не знаю, поставлены. Можно идти вперед спокойно ему. Отменяются здесь сделки. Можно просто на мейн продавить наверх. Так, не надо размена допускать в такой ситуации ни в коем случае Хусуопса. Потому что это шанс какой-то стардастов. Если же он здесь и сейчас просто уничтожит его, то никаких шансов у него абсолютно не будет. Вот он. Вот это то, о чем я говорил про Хусуопса. Он иногда настолько тянет, что я не понимаю, зачем. Но здесь же нет Сентри. Ну, пойди ты наверх, да убей. Так, давар взялков пошел. Здесь давар сталкеров. Заходи вот. И, наверное, лучше. Да не, наверное, точно лучше делать сталкеров сейчас. Хусуопсу в давар, а не взялков. Потому что тут с блинком чересчур разводят его. Минус два сталкера. Еще здесь можно фил ставить, да, чтобы не зайти пешком было. Чтобы заблинк нужно делать было. Сопернику ему вверх. Так, заходит к Нексусу. Начинают прокистрать. Еще сталкеров давар. 43-28 по рабочим. Даже если Хусуопс здесь как-то не убьет, то он, я думаю, все равно поэкономически здесь выиграет. Ему можно телепорт сделать отсюда. Рекол, да. Делает он рекол. И 90-100 на 61-45 на 22 по пробкам. Имморталы в продакшене. Можно игрелок добавлять, потому что ресурсы есть. У Хусуопса очень много газа. Здесь нужно все антисталкеров делать. То есть и грелок, и имморталов как можно больше. Потому что оверчажа нету. А сталкеров, давайте глянем, 23. Это не слабо. Это очень не слабо. Если как-то Стардаст чудом сейчас подконтролит, то у него есть шанс, реальный шанс продавить. Но это реально чудом ему нужно как-то чудесно контролить. Потому что здесь такой микс, который в лоб очень тяжело давить на самом деле. Вот разогрев пошел. От блинки идут. Хусуопс дерется. Ну и сколько у нас сталкеров осталось? Сразу же 20. Три умерло. Не так уж много. Разогрева больше не будет. А грелки это основная ударная сила против сталкеров. Сейчас у Хусуопса минус еще сталкер. Филдами отжал. Но еще грелка четвертая. Плюс второй иммортал выходит. И Хусуопс наверняка уже берет эту игру. Сейчас счет станет 1-0 скорее всего. И напишет ГГ у нас Стардастик. Кстати здесь есть Нанива, который нарек его Шитдаст. Как мы помним на вот этом турнире до этого. Интересно чтобы они попались вместе. А я опять напустим Стардаст его выиграл. Еще один Иммортал в продакшене. Здесь есть Пилон до сих пор. Кстати сохранился мы видим у Нани. Ой Нани блин. Хусуопса. Я все начинаю уже путать тут. 120 на 57. Больше чем в 2 раза лимит больше. Вот что он хочет. Я не понимаю Стардаст. Вот сейчас. Как вот он здесь собирается выиграть. Сейчас Иммортал будет больше чем сталкеров с грелками. Вот еще Иммортал с грелкой делается. Тут неубиваемый. Просто миг с сталкерами производится. Так здесь Нексус вырубается зелками. Нужно наверх естественно заходить. До варпа у синего процесса нет никакого. И просто выход вперед сейчас убьет на самом деле Стардаста если... Так. Филдами пытается отжать Хусуопс. Не получается. Пошел вперед. Здесь еще Филды у нас возвращается. Назад. Плюс 3 сентри здесь есть. Еще минус сталкер. Да тут я не знаю. Пару Имморталов оставить. Просто вот этого. Еще одного. И Стардасту просто ГГ будет. Смотрите. Пошла битва. Пытается грелку убить. Но его с другой стороны ловят Хусуопс. Разогрев. Это провал. Это минус все сталкера. Здесь практически чудом там несколько на блинке уходит. Нужно идти вперед. И убивать сейчас. ГГ пишет Стардаст. Наконец-то сообразил. Вот. Ну бился до последнего. Так. Ждем инвайт. И сейчас будет вторая игра у нас. Да, понимаю. Я поэтому и говорю, что странно, что они в понедельник вообще этот турнир сделали. Всем спасибо, кто здесь находится, кто смотрит. Запись будет выложена, естественно, потом на Гудгейм. Завтра, я думаю, этого турнира. Так что не волнуйтесь. Вы ничего не пропустите. Так, кто-то в игре, я захожу через него. О, что такое-то? Что за фигня-то? Что, не прикалываются, что ли? Я не понимаю. Сейчас я посмотрю мейстрим. Походу, не заинвайтили. Вот черти, блин, а. Ну ладно, посмотрим мейстрим. Да нет, просто они начали и забыли позвать. Задержки нету и на официальном стриме. Понимаешь, тут такой момент. Точнее, вот у этого немца, по крайней мере, ее нету, который тут присутствует тоже. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы к немцу зайдем, посмотрим, что там и как. Вот так. Зерк не унивай, чё ты там? Зерк не унивай, чё ты там? Так, пока на стриме ничего не начинается, но не понимаю я, короче, чё они там рассказывают, разговаривают, но тут просто очень долго игра начинается, поэтому, возможно, поэтому ничего и не стартует. Зерк не унивай, чё ты там? Зерк не унивай. Так, началась игра. Говорите, ну сейчас я врублю Как бы просто вот с задержкой В чем прикол, что теперь можно вообще В следующий вообще не попадать просто Так как будешь смотреть С этой задержкой И не будешь знать, когда она кончится Ставлю захват правильный, давайте смотреть Качество, в принципе, не проходит Можно так посмотреть Но, тем не менее, это не качество Которое хотелось бы смотреть И кликаю не я Так, слушайте А у них меньше тут Баннеров Я сейчас удалю половину, потому что походу Тут спонсоры поменялись, что ли А нет, у них Блин, у них халявный баннер Который меняется просто У меня все по отдельности Неправильно Ну что ж, давайте смотреть Вот, после этой игры я вижу людей пришло Еще раз напомню про конкурс Который, в котором можно выиграть будет Постер, где Автографы многих знаменитых игроков Сос Скарлетт И так далее Паттинг Две штуки их будет Там в группе розыгрыш идет От Ильи, который был в Нью-Йорке На этом Нью-Йорк батлграунде Турнире Там взял автографы Вот, и Постараемся заскочить в следующую игру Но для этого, уж извините Я буду иногда сворачиваться Когда будет вероятность Судя по виду, что игра кончается Вот Посмотрите Хасуоп сделает 4 ВГП Какие-то очень-очень быстрые Приходит в разведку Видит, что здесь Супер-быстрый Мазошепкор Уезжает отсюда Сейчас еще плюс 2 Сталкера, да куда ты Идиот Просто, блин Просто он Хасуоп сделает то Что может стоить ему игры Просто И это полный провал И пробку не убивает Какой же ты, блин, этот Кто ты? Я даже не знаю Кто ты, блин Все, Стардаст все знает Пилона нет Но это такой провал Просто Вот уедь Этой пробкой Просто Поставь пилон На второй базе Убей разведчика Все это Просто Было бы неожиданно И Стардаст Не подстроился бы Так сейчас Сейчас будет просто Оверчарж И С центрями Я уверен Что он отопьется Поэтому уже сейчас Нужно контролить Сворачиваться Почаще Нет Не пройти Здесь филды есть Это провал Плюс там Оверчарж Есть Плюс Стардаст Здесь пилон На майне ставят Ну что ж Тут пять центрей А как мы знаем Правило Что Пять центрей Бесконечные филды Могут ставить Поэтому Все нормально Здесь Стардаста Еще и сталкер Зилком Он подрезает Нет Ну Хосоп Вполне Может выйти Во второй Нексус Но проблема В том Что у него Рабочих Уже на пятерку Меньше Он может Нагнать Конечно Легко Но Сн3 вниз Выходит Здесь есть Сталкера Мы видим Пять Сталкеров Могут Сн3 Этим Нараздавать Вот С имморталом Уже можно Выходить Будет Но уже Нет Уже нельзя Выходить Потому что Есть сцентряв Усопцы Он Он Провалил Здесь Просто Все И теряет Сталкеров И Посмотрите Что здесь Происходит Так Зилки Уходят Здесь Все будет Убитая Давайте Я сейчас Проверю Баттлнет Нет Все в игре Пока Слава богу Я просто боюсь Что не получится Заскочить Потому что у них Задержка есть На стриме Комментатор Мне нравится Фантастик Game From Стардаст Очень Фантастик Хасов Спалил Провку Отдал Свою И Не убил Чужую Просто Все Какой же Фантастичный Просто Стардаст Срочно Срочно Нужен Нанива Чтобы Определил Какой Это Даст Просто Старгейт Ухо Собса Пытается Он Нагнать По пробкам Кстати Нагнал Практически Нексусы Практически Одновременно У нас И Не так Все Плохо У Хасов Если не Учитывать Что боевой Лимит Разница 20 Сейчас То есть 27 пробок У обоих И 36 56 Лимит То есть 20 Плюс Лимит У Стардаста И летит Он Харасит Двумя Имморталами С призмы Это жесткий Будет Харас На самом деле Не знаю Там Мне кажется Просто Если Доварпить Еще Зелков К этим Имморталам Там Можно Убить Вообще Просто Нечем Отбиваться Реально Хасов Вот Они Летят Вперед Доварп Зелков Пошел От Стардаста Иммортал Разбирают Все Зелок Атакует Нексус Зачем Сардаст Сардаст Скин Ну Он Нанес Уже Дэмедж Некоторое Количество То есть Пробок Меньше Стало У Собца Но Продэмедж Иммортал Еще На Второй Он Заходит Начинаются Полные Разводы Тут Пытается Выманить Оверчаши Феникс Он Контролят Оракула В это Время Немало Убивает Юнитов Стардаст Посмотрите Призму Сбил Или Нет Я Не Вижу Нам Не Показывают Сбил Видимо Призму Да Второй Феникс Прилетает У Стардаста Шарики Сейчас Пойдут В продакшене Боевой Лимит Все Еще Намного Больше Стардаста Так Наверное После этой игры Я все таки Задержку Поставлю Хотя Если не будут Грить Может не буду Ставить Посмотрим Лучше Поставить Потому что У них есть А мой стрим Есть на TeamLiquid Поэтому Нужно Ее поставить Наверное Феникс Феникс Иллюзии Это Иллюзии Феникс Двух штук Робо Бэй У Хасопса И Второй Робо С двух Роботиксов Хасопс Что-то Хасопс Что-то хочет делать Тут Мы видим Плюс Грелку То есть Это будет Много Много Колоссов Есть у него 2 феникса И это не иллюзия Это настоящие Фениксы Можно пару Пробочек На Мэйне Хасопс Забрать Можно заказывать Ему Третий Нексус Также Забрал 4 пробочки Хасопса Это приятно Стардаст Делает выход 97.88 Лимита Третий Нексус Есть В заказе У Хасопса Но посмотрите И боевые лимиты Это просто Фантастическая Разница По боевым лимитам Сейчас Хотя Хотя Ну Двадцатка Да Где-то Двадцатка Разница У нас Боевого лимита И 2 колосса В продакшне Что 12 Представляет То есть А здесь Голые колоссы Не будут решать Что нету Щита Перед ними И Поэтому Выглядит Очень страшно Мне кажется Лимит Стардаст Он просто Может сейчас Отменить Спокойно Третью Уйти И Хасопс Не очень Счастливать Будет Из-за этого Залетает Оракул Правда На третью Начинает Нарезать Убивает Там Нескорабочих Стардасту Но Получает Фидбэк И Обшарика Разбивается Он Его Просто Очень Быстро Убивает 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 Так Стардаст Уходит Ну Лимиты Кстати Сравниваются Почти И Что Хасопс Выход Собирается С двух Бас Делать Ну Не знаю Не знаю Сомневаюсь В этом Но Попробовать Можно Но Боюсь Без шариков Здесь Ничего Не выйдет У Хасопса Но У него Есть Много Много Газа Много 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 Минералов У него Есть Пошел Пилончик Нужно Зайти С грамотной Стороны Сейчас На самом Деле На третью Естественно Со стороны С правой А не По центру Потому что Колоссам Нужно Создать Узкое Поле Здесь Такое Для Сплэша Чтобы Юнит И Стардаст Дрались В узком Пространстве Вот Еще Шарики Вперед Идут Хасопс Еще Двух Колоссов Делает Почему Он не Хочет Добавить Сюда Шаров Я не Понимаю Вот Если У него Реально Были Шарики У него Очень Хороший Шанс Был Продавить Но У него Их Нет Пошел До Варп На Мейн И Хасопс Что-то Ждет Ему Нужно Срочно Драться Он Ждет Что-то Заходит На Третью Начинает Фокусить Нексус Тайм Варп Срочно Нужно Ставить Сейчас Хасопс Здесь Колоссов Нужно Бустить Естественно Потому что Они Помогут Отбить Мейн Так Колосс Выходит Но Не Туда Атакует Зазилков Нужно Проходить Конечно Пошла Битва Стардаст Дерется Хасопс И посмотрите Сколько Здесь И мертвых Здесь И гигантское Количество Пытается Хасопс Контролить На Мув Атаке Очень Неплохо Получается Тайм Варпа Больше Нету Стардаста И колоссов Просто 4 на 2 И Это Решает Но Зил Просто Базу Убивают Пошел Инвайт Я Заскакиваю Спасибо Большое Вот Топовый Стрим Стрим Стрим